всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который называется как человек повлиял на вас и какой отпечаток он оставил мы будем смотреть любых людей для которых вы посчитаете ну считаете в своей жизни либо считали своей жизни важными и хотели бы их посмотреть то есть это не обязательно какие-то там личные отношения это могут быть друзья это могут быть родственники поэтому в самом начале я сделаю обязательно описание человека да как сигнификацию что вы для себя смогли определиться значит позиции 3 как обычно первая позиция голубенькие камешек потом красненькие зелененькие 1 2 3 позиции работать буду на колоде николета чеколи и танец шамана логинова пока вы выбираете позиции скажу что скорее всего напомню что акция годового расклада действительно до 25 декабря кому интересно пишите мне на почту стоимость 2000 рублей расклад будет в аудиозаписи в таком формате так вроде бы все сказала я просто вспоминаю какой-то все вспомнила я какой-то расклад хотела сделать на на большее количество позиций не суть в пятницу выйдет расклад про рот я долго думала пятничный философский расклад делать или нет решилась все-таки разобраться в этой тематике поэтому кому интересно не пропустите пятничный расклад тоже итак отодвигаем две позиции и мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камешек на ну из-за гирлянд не видно так четко понять да ну в любом случае вы поймете что это по тайм-коду вот итак первая позиция у нас будет с вами три вопроса сначала сигнификации потом посмотрим как этот человек привлевал на вас и какой отпечаток оставил сейчас две секунды если настроить такие волнительные дни перед новым годом с раскладами несколько секунд соли что здесь человек я буду описывать человека потому что у меня и мужчина и женщина здесь да то есть вы загадали и мужчина или женщина поэтому описание человека знаете так интересно если одним словом смотреть на эти карты да то хочется сказать что вы загадали здесь человека который в отшельничестве может быть вы себя загадали который сидит в отшельничестве закрывается от любви это если одним словом три карты просто так этот обороняется защищается от любви не подходи не хочу если все таки описывать качество человека знаете если это мужчина кого вы загадали то мне показывать здесь человека достаточно такого зрелого по возрасту то есть это вот от 35 и старше даже еще старше нанесут может быть как-то от своего отца либо взрослого здесь вот почему-то мужчину мне показывает я несколько вариантов расскажу характерная черта этого человека что он любил читать не обязательно это будут газеты мне почему-то кажется что это вот какие-то книги очень любил если был кабинет у этого человека то он много времени проводил знаете вот как-то хочется домашних тапочках но при этом очень интеллигентно одетый не по-домашнему там в трико в пижаме все такое нет а вот такой знаете интеллигентный такой человек опрятный опрятный интеллигентный человек который читает книги еще характеристика этого человека а такой знаете достаточно молчаливый спокойный уравновешенный человек который не любит конфликтов просто потому что он знаете хочется сказать не умеет контроль не то чтобы не умеет контролировать свои эмоции просто он зайти он сдерживается сдерживается а потом если его все-таки ну он может говорить да допустим отоди и я не хочу сейчас расскажет либо еще что-то но мы же женщины такие на что нам надо все пока мы этого не получим и вот он может взрываться и вот в своей вот взрывчивости вот этой он становится очень опасным человеком да то есть он прям знаете как этот слон стеклянной стеклянной лавочке какой-то готов всего громить вот-вот и он это знает поэтому он старается себя очень сильно контролировать поэтому больше своей степени человек который слушает вы знаете вот он не почему-то напоминает характеристику императора до такого волевого человека с внутренним стержнем еще человек который знаете не принял как будто бы для себя решение что любовь это вот они для меня романтизм мне это не нужно найти просто вот такая зрелая позиция что отношения должны вот выстраиваться как будто бы на каком-то уважении на понимании на таких качествах а не на бабочек он не понимает и как-то знаете может быть не то чтобы высмеивает а как-то вот иронизирует любовь ощущение того что нету потребности у человека в любви есть потребные знаете вот какой-то структурности постоянстве и немножко других ценностях и приоритетах в жизни что еще характеристика этого человека вот тут мне такое ощущение что это даже не характеристика это этап который проходит человек который знаете как-то вот закрывается от общества ему как-то не нравится он не любит светские вечеринки шум большое количество людей предпочитает как-то знаете в себе не то что этот человек любит природу нет он просто любит закрыться в своем доме и желательно чтобы никого не слышать и никого не видеть какой-то вот такой знаете интересный человек с интересным характером понимание того что ему действительно как будто бы не нужны люди не партнерство такой знаете человек я даже не могу описать какими ценностями и понятиями он живет то есть вот если спрашивать если у человека мечты либо есть какие-то цели предпочтения на будущее то здесь вообще ничего такого не говорится человек просто делает как будто бы то что посчитает нужным он не то что живет одним днем хотя такой тоже есть у него просто какие-то взгляды достаточно трудно понимаемые у него свое мировоззрение свое понятие жизни здесь такой человек если это не мужчина если это женщина хочется сказать почему-то какая-то вот такая вот сбалну машина я такая очень громко говорит на каких-то вот высоких тонах почему-то мне ее показывают в момент конфликта в момент какой-то ссоры до когда человек очень много эмоционирует кричит что-то кому-то доказывает тоже такая знаете волевая не не мягкая женщина она знаете вроде бы она в семье но она как будто бы без нее вроде бы конфликты которые мне показывают происходят в семье но я не вижу чтобы эта женщина когда вот у нее были дети не показывает она как нас как будто бы обособленная знаете вот сама по себе хорошо третий вариант мне здесь показали здесь кого-то за кто-то загадал какого-то ребенка сейчас я постараюсь уловить возраст здесь мальчика показывает если вы загадали для себя девочку то как-то вот такая вот больше с мальчишки с шерстскими качествами здесь парнишка подросткового возраста ну может быть максимум до 18 лет где-то 14 16 18 лет где-то так чем-то мне показывает его каким-то таким худеньким качество его ну вот какая-то интровертность тоже присутствует у него знаете ощущение того что как будто бы ему не нравится быть дома и он предпочитает просто бродить по улицам он не беспризорник а вот знаете просто почему такое выражение волка ноги кормят вот здесь ощущение того что он когда думает ему важно очень много двигаться ну то есть он в передвижении в действии как-то вот энергию свою которая нужно выплеснуть он начинает двигаться почему-то меня показывает что вот он идет в городе только метро идет то ли как-то вот рядом с метро почему-то не знаю может быть вы живете рядом с метро такая вот большая большое какое-то шоссе дорога активная такая день и вот он идет как-то голову опустил руки в брюки этот какого капюшон и вот он он мысли да вот он как как-то вот знаете интроверт идет он вроде бы среди людей и в то же время он себя поглощен о чем-то рассуждает о чем-то мысли это вот его главная характеристика его главное качество человек о чем-то своем думать знаете как-то вот напоминает новое поколение детей ему которые очень эмоциональные чувствительные ранимые дети как-то вот какого-то нового такого поколения где каждый вроде бы сам по себе и при этом нету какого-то единения с другими людьми вот как будто бы просто как вариант того что он может жить только среди людей хорошо вот такая сигнификация людей вы и над не было мне отшельник давайте теперь посмотрим как этот человек либо эти люди повлияли на вас с кем-то возможно вы в отношениях состоите хочется сказать как будто бы это ваша семья да либо муж и жена и ребенок что то такое ну ладно как повлияли эти люди на вас выпало два великих аркана знаете император и маг эти люди это человек я буду говорить ладно этот человек он как будто бы поменял ваше мышление он стал он научил во первых вас как-то знаете более быть уравновешенным спокойным здесь как какой-то вот какая-то стабильность вы благодаря этому человеку приобрели какую-то внутреннюю стабильность поменяли свое мышление здесь вот вот это вот интровертность она вам как будто бы передалась за то есть прежде чем что-то говорить надо подумать вот это вот подумать не торопиться может быть где-то промолчать может быть здесь какая-то структурность у вас появилась границы это человек научил вас выстраивать границы слушать себя опираться на себя знаете как-то внутренний стержень у вас появился сейчас я могу уточню о чем иерафон нифига себе очень сильно повлиял этот человек вот прям такой ключевой вашей жизни потому что три великих аркана выпало не считая отшельника 4 на на ваше какое-то знаете мировоззрение вы как будто бы перестали здесь поклоняться каким-то кумирам да каким-то понятие вот он разрушил ваше если у вас были какие-то убеждения я не знаю для вас был были важные люди авторитетные какие-то и вы к ним прислушивались то из-за этого человека вы поменяли свои взгляды он вам их как-то разрушил показал что вот не то что то во что ты веришь это здесь касательно вашей веры он ее как-то то ли сломал то ли надломал но не с плохой точки зрения он просто показал вам другой другой аспект жизни как-то по-другому что все вот эти вот люди в кого ты веришь как ты слушаешь вот я не знаю допустим там книги какие-то мудрые либо там тренинги на ютюбе какие-то авторитеты вот эти вот люди да они ну как будто бы это продукт маркетинга да не надо на них опираться надо по-другому вот он вам показал какую-то другую жизнь здесь не то что он разрыв иллюзии либо показал реальность нет здесь просто другое абсолютное мировоззрение было показано что можно жить как будто бы знаете своим своим путем как-то своей жизнью вот знаете такое ощущение что вот если бы вас взяли и отправили на какую-нибудь другую планету там были бы другие устои и вот эти вот что они были были для вас абсолютно новыми и вам приходилось бы там адаптироваться и вы бы удивили что а есть и такой формат жизни вот здесь как будто бы что-то такое он показал этот человек вам другой формат жизни может быть благодаря этому человеку у вас открылись какие-то способности да что-то вот что-то внутри вас стало иначе то ли у вас появилось желание что-то изучать то ли какие-то навыки то ли какие-то знания он вам передал но не в плане того что он был вашим наставником он вас учил он своим примером то есть вы глядя на него стали задумываться о тех вещах о которых вы ранее не задумывались и вот знаете как опять таки как примером вы здесь какие-то страхи переживания волнения я не могу понять чем это связано то ли это человек вызывал у вас очень бурю эмоции каких-то переживаний волнения знаете потому что где-то хочется сказать на тонком плане у вас разрушал разрушал то что вам не нужно а вы на плотном плане вы в физике вы как будто бы воспринимали это через переживание он заставил вас очень много по переживать волноваться как-то злиться а такое ощущение что вот вытаскивал из вас слой за слоем причем это было сделано не осознанно а вот как-то своими провокациями причине колкостью какой-то своей холодностью надменностью причинение вам какой-то боли вот вас как будто бы коробила ломала для того чтобы вы как будто бы узнали себя действительно настоящему там же ощущение того что вот на вас столько слоев разных защитных было и вот эти слои они должны были поломаться не снаружи он не снаружи вам их ломал а он как будто вы знаете вот внутрь вас пробрался и изнутри как птенец который яйцо ломает изнутри если он с этим справится значит он выживет если нет то нет то вот здесь вот эти вот слои они как будто бы должны были рушиться изнутри и ломаться не извне а изнутри чтобы вся вот эта вот ваша конструкция наносная она изменилась после этого человека сто процентов вы стали другим хорошо какой отпечаток он оставил эксана помните начале я говорил о том что это человек который скрывается от любви вы научились любить вы научились любить вы научились говорить то что вы хотите как вы хотите вы научились не сдерживать себя потому что здесь вот наверное в вам характерно было все умалчивать на эти вот как-то придержать язык нам где-то смолчать что-то еще здесь вы как будто бы знаете научились говорить вот вам не нравится вы это скажете вы не будете молчать вы научились защищать отстаивать себя вот у вас знаете благодаря этому человеку появилось очень много силы очень много уверенности с одной стороны любви мягкости а с другой стороны уверенности у вас появилась знаете как будто бы такое чувство умения наслаждаться собой вот как-то видимо такого раньше у вас не было вы это человек как-то подтвердил вам вашу самооценку поднял вам вашу самооценку причем это было не напрямую связано знаете вот как через похвалу то что я сказала вот именно через вот это разрушение когда изнутри все слои разрушились то вы сами удивились и увидели прекрасный цветок внутри вас насколько вы прекрасны хороши и это вот напоминает когда актер после роли снимает грим до нанесенный и ты видишь вот настоящее лицо этого человека где-то она может быть с морщинами где-то может быть с ранениями какими-то шрамами но но живой она настоящая она не без маски вот здесь вот ощущение того что вот вы сняли эту маску вас этот человек спровоцировал и вы увидели себя настоящего и либо настоящую и вы приняли это да то есть не важно что и как и вам это понравилось то есть даже любая морщинка любой какой-то отпечаток на вашем лице это ваша жизнь это знаете здесь ощущение того что как-то вот с благодарностью стали принимать себя здесь как будто бы какой-то вот знаете запах благоухания свежестью что ли запахли какой-то вот мне показывает здесь знаете как в интернете ролики бывают маленьких детей да которая идет идет допустим увидел лужу да упал и весь грязный как свинюшка вот его начинаешь от умывать грязь вот это сходит и такое счастливое лицо вот вы как будто бы вот вот стали вот таким вот счастливым человечком потому что ну сами бы вы не смогли снять себя вот эти вот слои маски а он помог вы даже не думали о том что у вас эти маски есть вам казалось что то кем вы были ранее вы были настоящими но как показал факт того что вы ошибались так это была первая позиция мы с вами переходим позиции номер два красненькому камешком я сегодня в принципе не планирую делать большой расклад давайте посмотрим сигнификатор тех людей либо того человека которого вы загадали здесь сначала одного посмотрю потому что здесь хочется сказать вы загадали какого-то болту на человека знаете авантюристы реально авантюрист человек у которого много связей который фигара здесь фигара там со всеми он общается все его знают знаете вот такой человек очень внешне кажется что он такой легкий на подъем подвижный обычно таких людей знаете когда смотришь со стороны кажется что он какой-то повеса что он такой достаточно легкий и неглубокий человек но это вот заблуждение многих людей потому что как-то знаете не то чтобы он дурачком прикидывается а в силу того что здесь очень много общения здесь очень много коммуникации и с каждому каждому человеку он находит свой подход это мне напоминает графа сен-жермена который мог человек без без рода родословные времени до мог убалтывать любого да то есть этот этот человек который в любом обществе в любом коллективе он будет свой знаете как фильмах показывают приходит допустим в офис куда-то на работу каждой девушки по цветочку вот непонятно если у него отношения или нет если у него семья или нет и вот но он вот всем такой знаете угодник но нельзя сказать что он скользкий здесь просто такой человек что знаете вот душевная такой рубаха парень вот мне здесь показывают что и у него в душе очень много всего но он это никогда не покажет никто никогда не узнает что у него в душе но вот это вот картинка внешне такая знаете легкого человека который здесь поговорить там как будто бы в бухгалтерию сбегает там что-то расскажет здесь анекдот там с мужиками там сигаретку стрельнет что-то такое вот такой очень коммуникабельный человек очень общительный он легко себя чувствует и как говорится с собутыльниками да где-то там выпить рюмочку не то что он пьет но так знаете за компанию вот там знаете как-то к таксистам почему-то подойдет на стоянке так со всеми поговорит и если какая-то не выставка либо там светское мероприятие он себя прекрасно во фраке с бабочкой достойно будет чувствовать не сможет разговаривать на темы искусства либо литературы я говорю в этот человек которого принимаете везде и его можно узнать потому что он постоянно находится во первых у него нет хотел сказать что у него телефон последней марки нет телефон у него такой неприглядный но он постоянно либо пишет что-то какие-то эсэмэски либо постоянно с телефоном в телефоне с руках у него нету телефона последней марки потому что у него есть характерная черта он у него постоянно падает и поэтому у него такая вот простая модель которая можно легко сменить и вообще не понимая зачем что-то такое дорогое из гаджетов иметь когда можно здесь как будто бы знаете человек ведет двойную жизнь у него может быть и дорогой какой-то автомобиль и в то же время человек спокойно может передвигаться на своих двоих как говорится а выходные на велосипеде кататься такой вот не не понять непонятный тип то есть люди его не не понимают его считать невозможно на самом деле это очень глубокий такой человек но по своим каким-то определением он хочет показывать себя таким вот по весам по весы человек который может болтать кого угодно если здесь еще какой-то человек который вы загадали туз жезлов нет это скорее всего этот человек если вдруг вы загадали еще здесь кого-то то это человек такой активный где скорее всего нет я скорее всего не человек это тот же человек который знаете как появляется в жизни других людей как некий такой шанс до здесь появилась у нас королева жезлов то есть может быть вы еще кого-то загадали может быть это женщина такая да это не мужчина женщина в любом случае здесь еще и появилась женщина такая очень яркая если первый человек если вдруг он мужчина то он такой молодой где-то лет тридцать тридцать пять а вот женщина здесь постарше женщина огненная жезловая такая знаете ну от тридцати восьми и старше она такая подтянутая яркая я не могу сказать что она прямо такая вот очень общительная но это человек который мимо которого не пройдешь это человек взрыв каких-то знаете вот взрыв шаблона человек который а я могу сказать что она красивая но здесь человек который проходит и всегда ты на него оглядываешься непонятно то ли из-за внешности то ли из-за одежды то ли из-за манеры вот есть что-то в ауре этой женщины что либо если это не женщина вообще человек есть в ауре этого человека что-то такое харизматичное что-то такое знаете вот какая-то жилка бизнесовая да вот уметь ухватить уметь знаете вот такое некрасивое выражение схватить кота за за его богатство он здесь вот как будто бы такое всегда человек причем знаете не то что он свои возможности не упустит а этот человек который как будто бы он умеет видеть то что будет приносить прибыль вот здесь какая-то такая бизнесовая такая личность собранная собранная яркая харизматичная умеющая договариваться человек характерные черта человек говорит по существу здесь не то чтобы он говорит резко либо говорит много либо красиво нет а здесь такая знаете вот как при переговоров ведут вот такая речь переговорная то есть в какой-то степени формальная причем этот человек вот так ведет себя везде даже с близкими если у этого человека есть любимый человек он с ним точно также говорит что ты предлагаешь на вот почему-то мне тогда то есть не надо истерить если это мужчина так бы не надо истерить что ты предлагаешь скажи по существу и мы с тобой определимся выберем то есть как то вот такой знаете вот конструктивный какой-то разговор он не то что он будет успокаивать своего оппонента и если тот эмоционирует как-то переживает а он знаете вот как-то на равных разговаривает и это вызывает некое такое уважение что даже если например я не знаю кто-то там плачет до ребенок он к нему подойдет и скажет так в чем проблема давай разберемся если ты будешь плакать я тебя не услышу поэтому прекращай и давай мы с тобой поговорим его даже ребенок успокаивается и он очень знает говорить и вот знаете такое ощущение что всех он видит себе ровнее детей взрослых стариков мужчин женщин то есть этот человек который видит личность прям другого человека так хорошо давайте теперь посмотрим как этот человек повлиял на вас знаете здесь как будто бы человек как-то своим поведением а он не то чтобы вам уверенности дает а вот знаете глядя на этого человека вы как будто бы тоже хотите так жить так себя вести то есть если вам что-то здесь такое ощущение что посмотрев на этого человека пообщавшись с этим человеком и как будто вы приходите домой и начинаете там я не знаю со своим мужем либо со своей женой разговаривать в такой манере и я улыбаюсь это так забавно потому что вы также стараетесь то есть давай поговорим с тобой конструктивно а здесь мне такую вещь показывать типа ну допустим если вы женщина приходите а ваш муж засмотрит ты что ну типа ты вообще сейчас зачем с каких пор так разговариваешь давай сядем поедим да то есть вот такой какая-то ну простая в кавычках деревенская речь появляется вы такая глуп и сникли ну почему ты не можешь быть таким человеком очень забавная такая картинка знаете этот человек у вас просто зажигает искру как он повлиял на вас знаете искра у вас появились желания вы как будто бы вспомнили о своих желаниях вы вспомнили то что вы хотите и вот прям знаете как то вот что-то в душе вашей стало согреваться иногда у вас такое желание когда вы видите этого человека просто обнять знаете вот ну по-человечески взять обнять как будто узнать вот прикоснуться как этот палочка выручалочка да либо волшебная палочка вот я прикоснусь к ней и у меня сразу это желание исполнится вот что-то здесь такое да то есть вы смотрите на этого человека боже какое-то чудо да просто потому что есть настроение здесь поднимается улыбка здесь как будто бы знаете либо вы рядом с этим человеком чувствуете себя маленьким ребенком и ну потому что с ним знаете можно как-то подурачиться как-то повеселиться вот расслабиться можно либо в какой-то степени то есть этот человек по-разному себя показывает вот либо бывают такие моменты когда вы ощущаете себя действительно каким-то несостоятельным человеком что почему я вообще ну вот эмоционирую переживаю с чего вдруг я вообще переживаю даже прекрасно все все наладится то есть здесь такое тоже может быть вот этот человек вызывает вас позитив позитивные мысли позитивный какой-то настрой поэтому вам общение вот с ним легко с ним просто даже если это как-то звучит формальное общение все равно на какой-то просто ну приятно легкое здесь чувство что знаете вот было бы здорово если бы все люди вот так вот разговаривали вот что-то здесь коммуникации связано потому что знаете вот поговоришь с этим человеком и как-то вот душе легко становится как будто бы сам можешь решить потом свои задачи ты веришь как будто бы в себя да да это вот в контексте выпал аркан мира это когда знаете вот этот человек зажигалка когда вас зажигает вам хочется как-то не знаю здесь я улыбаюсь опять-таки если вы женщина здесь такое ощущение как будто бы вы хотите прийти домой и что-то вкусное приготовить давай-ка я попробую вот этот рецепт не знаю почему то есть это не для кого-то что-то вы хотите приготовить либо для себя а вот знаете просто когда вы на позитиве здесь почему-то давай вот я приготовлю ну я не знаю здесь пирог какой-то вот и потом вам хочется отнести на работу там ну поделиться своими коллегами либо соседями либо просто порадовать как-то своих не знаю вот этот вот позитив расширение вот хочется жить давайте я так скажу проще потому что аркан мира здесь показывает в этой колоде что как будто бы вот обыденность которой вы привыкли да она комфортная но это человек вам не знаю как то вот еще раз повторюсь и скажу что как-то настроение поднимает знаете хочется улыбаться хочется что-то хорошее сделать это знаете это не мотивация а это вот я и ну бывает так вот утром просыпаешься да и прекрасно ну все хорошо в жизни хорошо тихо спокойно все сытое хочется радоваться почему бы и не да и вот здесь вот этот вот человек он вас вызывает как будто бы вот это чувство и вы встаете и идете в хорошем настроении на работе вроде бы все ладится это вот те небольшие небольшое количество дней когда все получается вовремя даже этот автобус дебильный тоже вовремя приезжает и он не уезжает и нету даже если будет дождь никто вас в этой луже не обольет такое ощущение что вот как будто бы небеса открываются и вот все самое благостное падает на вас вот такое вот состояние вызывает у вас этот человек это вот какое-то здесь ощущение волшебства в плане того что то ли вы соприкоснетесь в как фильмах фантастики да человек одетый в черном подходит там дунет на вас и вас гоп сразу встретили мужчины своей жизни это либо как-то так в макушечку дунет вам и вы там я не знаю на работу вас приняли там с другом познакомить вот как-то знаете как золотая рука миды вот вот такая знаете какое-то волшебство позитив позитив дает вам этот человек хорошо давайте посмотрим на этой колоде какой он отпечаток у вас составил какой отпечаток оставил этот человек вашей жизни не знаю кого-то загадали знаете отпечаток что все справедливо что вот иногда бывают какие-то трудности в жизни и мы говорим почему мир такой несправедливый да вот например ну вот у меня последние деньги и кто-то взял и украл да и мне бы самой сейчас заплатить там за что-то либо это не мои деньги либо я потеряла и есть вот такое ощущение беспомощность что блин мир несправедливый ну как так ведь мне самой это надо было да причем надо было не для себя там я не знаю там за детей заплатить там ипотеку еще что-то вдруг кто-то последние деньги забрал то вот вот при общении с этим человеком у вас появляется такое ощущение что вот мир справедливый потому что вот эти вот позитивные какие-то моменты которые он вас включает да мы же все включены на негатив а то с человек с позитивным мышлением и он как-то знаете вот при общении с ним то что я говорила да какие-то какое-то чудо какое-то волшебство происходит и вот в эти моменты вы как будто бы понимаете другую сторону медали что мир на самом деле справедливый да что я получаю я действительно получаю то о чем я думаю что даже если я думаю о чем-то негативном и это является причиной почему со мной происходит то или другое здесь этот человек он как будто бы знаете заставляет вас мыслить о том что на самом деле каждый из нас получает только то что мы хотим на самом деле то есть даже если там я не знаю это болезнь это смерть это депрессия либо еще что-то негативные какие-то качества но на самом деле очень глубоко внутри нас мы сами этого желаем и в нас включается какая-то программа так вот этот человек он как-то вам показывает высвечивает подсвечивает что все справедливо что если ты вот вот я не случайно вот этот пример показа сказала вам образ который мне показали когда жена приходит домой да и она хочет также красиво разговаривать с мужем а он так такой знаете не в обиду будет сказано людям простым вот в кавычках деревенщина это некрасиво но как пример просто чтобы вы поняли да и вот вы так смотрите боже ну 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 как с тобой разговаривать да ну деревенщина деревенщина ну типа в кавычках опять-таки да это все в кавычках для я утрирую чтобы вам увидеть разницу этой картинки что вот ну какой-то блин тупой но неужели ты не понимаешь да ну бывают такие моменты когда мы говорим так вот здесь это было он благодаря этому человека вы как будто бы действительно понимаете осознаете что что именно этого человека вы выбрали да то есть вы хотите действительно чтобы рядом с вами был вот этот иногда бывает такое выражение что блед ну какой-то глупый да ну блин зато свой родной и вот этот человек вам показывает что вы то что вы имеете это то что вы хотите это то что вы выбрали это вам нужно бывает таким вот не знаем мамы иногда говорят своим детям ну как-то меня достал блин этим когда нервы уже на пределе кричат дети либо какие-то трудности сложности уже сил нету и вот вы злитесь и блин да чтоб тебя пусто было да ему все мы с этим сталкиваемся говорим вот но потом когда бывают какие-то моменты например особенно когда ребенок там с температурой ты боже ну какая я дура что же я там про тебя говорю да ты у меня самый лучший вот вот эти вот моменты до благодаря этому человеку вы увидели что вы имеете то что вы хотите что даже если вас что-то не устраивает это ваш выбор осознаете вы это не осознаете но вы этого захотели и вы получаете как раз кита что вы захотели какой отпечаток он оставил вашей жизни вот скорее всего здесь речь идет о том что вы вот по справедливости то что я сказала что вы делаете тот выбор который вы хотите что это вы выбираете вот благодаря этому человеку вы поняли либо понимаете как и где вы возможно совершаете ошибки или нет благодаря своему собственному выбору то есть если что-то кому-то сказали сделали это был ваш выбор там обидеть не обидеть обиделся человек возможно где-то вы хотели этого или нет здесь вопрос выбора и справедливости этот человек к своим примером вам показывает еще этот человек оставил такой знаете отпечаток вашей жизни того что где-то очень долгое время вы медлите с принятием какого-то выбора что если вы что-то не делаете если вы если идет некое такое промедление это тоже ваш выбор возможно у вас этого понятия не было он вам как-то это показал что вот если ты я не знаю если например вы ждете какого-то звонка человек не звонит и вы потом обижаетесь да вот я ему не нужна и все такое то вам этот человек показал что если ты не звонишь и в ответ да это твой выбор не быть с этим человеком не общаться то здесь какая-то вот другая страна которую вы не замечали то есть бездействие это тоже выбор вот о чем здесь речь идет что возможно иногда вы очень медлительный человек да вы даете очень много шансов другим людям ну прям знаете до предела можно сразу увидеть ну то есть вы увидели ошибку можно сразу ее и откорректировать как-то а вы нет как будто бы знаете вы терпите и говорить салландо эти дам еще один шанс но при этом не говорите что у вас не устраивал там 2 3 5 и когда вы не говорите вот вам вот этот человек покажет когда вы не говорите вы как будто бы то есть другой человек понимает что вас все устраивает если вы не озвучивать значит вас все устраивает а внутри вас не устраивает вы как будто бы хотите но надеетесь на мудрость своего оппонента что он сам до этого дойдет и вот вам человек говорит о том что нет он сам не дойдет вам надо сразу научиться говорить про это не не ждать не терпеть не не откладывать не медлить то есть в любом случае вот вам как будто бы этот человек учит быть в каком-то балансе учат быть знаете вот какие-то правила до неписанные которые вы раньше как-то не обращали на это внимание вот это вот в контексте того если вы задумываетесь почему этого человека все ладится у меня допустим моей жизни нет так вот он вам показывает своим поведением что у меня ладится просто потому что я делаю первый шаг для того чтобы прояснить например какая-то ссора неважно прав я или виноват если мне дорог другой человек я пойду и поговорю с ним и даже если потом мы расстанемся зато все мы проясним у вас такого нету и вот глядя на него вы становитесь таким человеком вот он для вас является таким примером так это у нас была вторая позиция и мы переходим с вами к позиции номер три зелененькую камешку так троечки давайте посмотрим кого или каких людей вы тут загадали себе по сигнификации так здесь такое ощущение что вы четыре человека да здесь загадана ну либо на эту позицию пришло пришло четверо человек трое из них как-то между собой связаны то ли здесь какая-то ситуация была где каждый вот знаете это может быть какие-то родственники да например там муж сват и там я не знаю как их там 9 ну я не разбирать как этих названий ну в общем то есть три разных человека например семья трое мужчин либо здесь может быть там если это бизнес например какой-то взрослый мужчина и ну либо отец и двое сыновей либо один здесь может быть там боссы два подчиненных каких-то коллеги причем знаете здесь ощущение того что один человек это трое четвертая будет дама значит сначала скажу описание характеристики этих трех людей один человек он достаточно такой взрослый зрелый может быть даже седоволосый такой с бородкой короткой более умудренный так скажем жизнью да я не говорю что он мудрый но человек который прожил как-то не молодой в общем много своей жизни чего прожил а вот двое таких знаете абсолютно противоположных между собой людей один какой-то такой знаете вот покладистый неприятный скользкий тип почему потому что вот он какой-то такой не рыба не мясо и не поймешь зараза что же ты хочешь почему-то и тонать все время такое вот ощущение что да скажи ты блин открыто что ты хочешь чего-то вот так вот ускальзывает знаете вот как-то неприятные у скользкий он непонятные его не за что ухватить и знаете вот как-то иногда хочется сказать что ну хорошо накосячил да ты приди просто мне признайся и все я дальше сам разулюлю больше ничего только признайся и вот здесь вот как будто вы знаете человека по ним поймали на чем-то да на каком-то его косяке а он начинает выкручиваться и это видно да и ты говоришь блин ну мы же тебя поймали но уже признайся вопрос не в том что мы тебя накажем не накажем а просто признайся да вот ну хочется сказать будь мужико нет он будет ускользать вот такой вот как тяжело не непонятный тип а второй человек такой знаете хочется сказать простой работяга человек такой знаете трудоголик обычный ответственные руки хорошо растут у человека оттуда откуда надо вот он все может сделать все может как-то вот починить в доме сделать допустим у этого человека нету такого что там вот это вот женская работа есть мужская если надо убраться я уберусь если надо там я не знаю магазин сходить да я скажу не вопрос главное чтобы я был свободен и ну ты знаете такой вот человек добряк человек добряк хочется сказать и вот он всегда не то чтобы он открытый да но это вот такая категория людей когда когда у тебя какие-то проблемы в доме там я не знаю трубу прорвало да там ванная засорилась либо раковина ты всегда сидишь и думаешь а кому надо а вот квите давай мы исходим его сосед всегда есть такой сосед который что-то починить что-то делает и к нему можно в любое время обратиться и он какой знаете сделает все такой добротный хорошо сделает вот от души сделать не тяп-ляп и это такой человек которому знаете так интересно если вы захотите ему заплатить за его работу то что он вам помог да он возьмет денег поблагодарить пойдет не хотите платить просто поблагодарить иibol разных хорошо спасибо пошел знать и такой человек который кажется что он никогда не обижается действительно добрый человек но такое молчаливый много не говорит человек просто который любит работать руками на делать что-то руками вот его сказали он это сделал его попросили он это сделал здесь вот такой человек так это трое людей 4 персонажа здесь это скорее всего женщина то есть те люди которых я вас описывал вам описывала до этого это могут быть как мужчин так женщины я просто говорю как идет а если подходит на противоположный пол вы уже смотреть на что мне важно все-таки качество описать здесь женщина вышла я не могу сказать возраст но это не не совсем здесь скорее всего мне то чтобы не совсем это не юная девушка давайте так скажем здесь вот разбег по возрасту очень большой будет но этот человек такой знаете она такая справедливая вот характерная черта этого этой женщины этой девушки справедливость такая знаете рассудительная прежде чем что-то сделать она либо принять решение она послушает это тот человек который может вас выслушать да он как-то умеет четко выстраивать границы не будет пуску если вы хотите там посплетничать либо свободные уши ищите нет этот человек он всегда будет вас отсекать вот но если очень важно очень нужно послушать да то она обязательно послушает она знаете вот как-то рассудит все правильно все верно здесь я не могу сказать что это вот прямо на какая-то такая холодная и жесткая нет нет знаете вот человеку у которого есть справедливо здесь какая-то характерная черта черный цвет я не могу понять ли она черный любит то ли здесь если даже это мужчина здесь вопрос того что черный идет как мистика либо черный идет как сокрытие знаете про таких людей говорят что никогда не поймешь чем он живет ну то есть а личной жизни этого человека никто никогда не знает вроде бы это тот человек который физически все время один ну то есть даже если у него есть какая-то личная жизнь а то он как-то вот не афиширует здесь может быть знаете так интересно на такой момент что например вот видишь да женщину вроде бы она одна живет в доме да нет у нее пары а потом через какое-то время узнаешь что у нее оказывается там я не знаю есть двое детей да и они там где-нибудь может быть в интернате воспитываются либо с бывшим там я не знаю мужем вот и она им платит альменты и потому что они например с мужем так решили что в той в том городе в том месте где живет муж и дети будет лучше то есть здесь нет такого вот этого знаете материнского инстинкта что я мать поэтому дети будут жить со мной не здесь такой человек достаточно справедливые дети будут жить там где им лучше там где как они сами решат и здесь это человек с огромным сюрпризом то есть ты знаете вот как будто бы вроде бы не примечательный ни в чем а потом вдруг узнаешь что например у этого человека там большое состояние либо там огромная семья много родственников либо этот человек там я не знаю в службе в какой-то служит там в органах либо это человека у него есть какой-то свой бизнес и так знаете тот момент когда вроде бы это твой сосед либо соседка а потом ты смотришь так знаете телевизор либо еще что-то а это оказывается какой-то там известный там человек там записать и либо еще кто-то вроде бы такой знаете характерные черта что он не примечательный и ты никогда не поймешь его личную жизнь что вот у него в личной жизни но этот человек он всегда такой приветствую познаете как вы с ним такой у нас с вами вы позоровать он обязательно поздоровается вы не поздоровается и он не поздоровается не потому что он не может сделать первый шаг просто этот человек он ориентируется я бы так сказала на на других а почему потому что он какой-то вы знаете энергосберегательные зачем вкладываться в то что бессмысленно здесь такое так хорошо давайте посмотрим как этот человек повлиял на вас посмотрите здесь две линии все равно так они идут значит если мы говорили про женщину да вот про второго человека то этот человек как будто бы помог вам встать на ноги а то есть если это например ваша подруга либо это вы сами то здесь как будто бы по девятки пендаклей это тот человек который помог вам как-то знаете собрать себя что ли здесь может быть например какой-нибудь практик до благодаря которому вы не знаю там чистки проводили либо что-то сделали и вы изменились то есть если вы женщина да даже если вы мужчина неважно то здесь вы как будто бы собрали себя по частям вы нашли в себе какие-то силы понять себя до разобраться и вот как-то изменить свою жизнь здесь может быть благодаря этому человеку вы куда-то переехали в то место где есть состоятельные люди да где земля может быть плодородная может быть люди с хорошим достатком здесь какое-то вот изобилие то есть благодаря этому человеку вы оказались вот в таком месте проживания либо вы сколотили вокруг себя какое-то небольшое но состояние на вы почувствовали себя увереннее плотно стоящими на ногами ногами на земле да вот здесь вот какая-то такая уверенность есть может быть это даже вы сами если в первом случае где я описывала трех мужчин то как человек повлиял на вас да здесь как будто бы вы с этим человеком с этими людьми вы как будто бы работаете то есть вместе как-то сообща что-то делаете может быть строительством занимаете может быть здесь есть как будто бы профессиональная сфера да какая-то идет мне показывают какая-то компания то ли это были ваши партнеры вы как-то бизнес вместе создавали то ли это ваша семья и вы вместе создавали там семейное древо древо какое-то родственники ваши какие-то то есть здесь вы что-то делали совместно строили что-то совместно а здесь могут быть знаете эти люди они как будто бы ну я не знаю если опять-таки вы мужчина потому что мне здесь больше мужчин показывает то это могут быть ваши друзья там я не знаю с армии например там как их прапорщик не знаю ну в общем какой-то офицер выше но более высший чин а вот и и вы то есть друзья из прошлого как-то может быть одноклассники ваши как-то может быть это люди с которыми вы часто проводили вечера да там на рыбалку есть или как-то дядя на это вот вот эти вот люди они давно уже с вами вы может быть вместе с ними выросли этого детские какие-то ваши друзья вопрос был как они повлияли на вас да здесь колесо фортуны знаете закрутилась здесь хочется сказать вы с ними прошли очень многое многое как-то вот ваша судьба изменилась благодаря им а вот в чем именно она изменилась то ли эти люди вошли вашу семью еще расскажу то ли знаете вот после появления этих людей вашей жизни хочется сказать ваша жизнь уже перестала быть такой какая она была раньше то есть если это профессиональная сфера то вы все равно изменились как-то вы уже после того как познакомились с этими людьми вы стали абсолютно другим мне не показывают здесь конкретно каким человеком хотя здесь смотрите здесь может быть по-разному потому что колесо фортуны она может закрутиться в одну сторону и в другую вы здесь знаете может быть так что после знакомства с этими людьми допустим вы обанкротились и вам пришлось что-то заново делать то есть вы потеряли допустим какие-то финансы либо после знакомства с этими людьми например у вас произошло расставание там жена ушла с детьми и все такое это допустим в негативную сторону может быть и в позитивное что вы перестали быть нуждающимся человеком да вы как-то благодаря этим людям прошли какой-то свой кризис в жизни да вам помогли эти люди прожить какой-то свой кризис то здесь может быть абсолютно по-разному но однозначно вы и в том и в другом случае вы стали человеком могу поэтому начал чесаться вы стали магом вы стали человеком который управляет владеет своей жизнью да то есть все как-то ответственным человеком вы стали да то есть эти люди они вас научили думать своей головой если еще расскажу второй вариант до женщины как человек повлиял на вас то он помог вам здесь что-то завершить в своей жизни возможно какие-то страхи разочарования там разводы не знаю что в чистке я не знаю почему мне здесь идет к это мистика очистки этот человек помог вам пройти тоже да и в дальнейшем двинуться по жизни то есть знаете вот какой-то помог вашем продвижении да то есть знаете благодаря этому человеку вы как будто бы закрыли свои какие-то кармические долги ваша жизнь изменилась вы переоценку ценностей как-то сделали да что-то в своем прошлом может быть оставили то есть вот этот человек повлиял на вас то что я и говорила ранее да на структуру вашей на на структуру вашей личности хорошо какой отпечаток он оставил давайте вот начнем с одного человека вот это вот последняя до женщина какой отпечаток оставил вы знаете как будто бы одна голова хорошо две лучше вы как будто бы научились смотреть на вещи с разных сторон вы как будто бы приняли в себе какую-то двойственность что ли какой-то теневой свой аспект до в жизни благодаря этому человеку вы приняли вы его увидели он вам вскрыл это вы это увидели поработали приняли и как-то научились управлять контролировать своей жизнью да вы благодаря этому человеку пришли именно к единению самим собой вы себя узнали да и вот солнце то есть двойка кубков и аркан солнца вы стали другим человеком более таким уверенным более ярким здесь вот действительно такое ощущение что человек вас чистил как-то вот мастер здесь какой-то был вот и как будто бы чистка произошла все хорошо и вы стали более самостоятельным таким человеком позитивным вы знаете хочется сказать что у вас появился какой-то полет может быть долгое время вы как-то были как в болоте до вас затягивало вот этот человек он как red bull до red bull который дает крылья вот здесь что-то такое вы полетели вы стали знаете вы себя заново создали и теперь наслаждаетесь этим а вот первом варианте какой отпечаток оставили обновление полное обновление да по шуту здесь вы здесь вы пошли как будто бы другой дорогой вот что-то эти люди как-то повлияли на вашу жизнь и вы пошли другой дорогой да вы стали более мудрее вот действительно какой-то косяк там видимо был да и вот второй раз на повторе колесо фортуны говорящий о том что ваша жизнь очень сильно изменилась кардинально как-то вот прям изменилась вашу жизни выпали великие арканы вот еще один аркан 20 вы как будто бы благодаря этому человеку либо этим людям то ли решили какие-то свои задачи смотрите суд здесь выпадает то есть опять-таки либо вы вступили с ними как-то семейные узы как вариант да если это семьей связано если это не связано семьей то вы как будто бы нашли ключ к решению какой-то задачи то есть вы пошли через кризис вы стали сильнее там заплатили все долги все что нужно было до решили эту задачу и вот как-то успокоились то есть не будь этих людей не было бы вашей жизни кризисы и не было какого-то решения вы бы не нашли это решение и вот благодаря тому что вы нашли какое-то решение в этой сложной ситуации вы стали другим человеком то есть здесь как будто бы эти трудности они вас закалили вот да ну здесь это это кармические уроки вот с этими людьми если вы задаетесь да вы так или иначе бы с ними встретились здесь какие-то кармические долги вам надо было давать так вот такая у меня была и третья позиция и зелененький камешек я с вами прощаюсь жду вас пятницу на философском раскладе про рот посмотрим поразбираемся напоминаю очередной раз что до 25 декабря существует до акция годовой расклад в аудио формате кому интересно до 2000 рублей стоит прислать мне заявку на почту а я с вами прощаюсь всем пока пока